И судья турнира. И вот как бы всё это вот это идёт. И даётся время хода одному, и время хода другому. Когда ходит один, второй может обдумывать лишь ситуацию. И так немножко только, как бы говорится. Ходить, по крайней мере, ходить не имеет права, пока ходит другой. Вот поэтому, как бы вот на примере шахматной игры, показана вот эта вот арена на силовом поле земли. Ну, в частности, вот на нашей территории, на российской. Взаимодействие вот этих сил. Значит, вот это идёт другая смена, которая сейчас, не та, которая была после 1917 года. Она готовилась, она прорабатывала свой план, расставляла своих людей, продумывала всё. И, естественно, есть, как говорится, и какой-то ещё свой командир тоже. Но Христ, разумеется, ещё выше. Но здесь поле борьбы дано, между прочим, больше промежуточному миру. Даже не раю. Потому что, фактически, промежуточный мир упрекнул квантовый мир, рай квантового мира, что они не удержали, значит, здесь престол в России, власть Советов. Но учьте, что Фишер очень ярок. Фишер выступает, значит, как в образе противодействующей силы. То есть, под Фишером, между прочим, скрывается сатана. Сила сатаны. Сатана является главным идеологом подземной цивилизации. Он выше много антихриста по иерархии, по своей иерархии. Это главный идеолог ада. Всё вершится им и все борозды правления от него. Антихрист, по сравнению с ним, вообще пешка. В раю тоже есть идеологический центр. Им руководит Моисей. Моисей, он же выходил Томас Мором. Он же был Карлом Марксом. Он работает на платформе бога Марса. Вот бог Марс, это бог войны, как вы знаете. Ещё идёт, как Красный Марс. Но это бог войны освободительный, революционный, прогрессивный, идеологический. В его распоряжении левиты все, священники. Но священники по Библии настоящие, не те, которые в церквях, а настоящие священники по Библии, те, которые стоят во главе народных масс и борются за освобождение, против угнетения, эксплуатации, это настоящие священники Всевышнего, вовсе не те, которые в церквях. Левиты и священники по Библии – это идеологическая группа рая. Томас Мор выходил в своё время в Таллине к рождению, и Таллин имеет его символику. Вот в Таллине, на башне Томпе, его эмблема «Старый Томас», он держит такой флаг в виде спирали. Так вот, «Старый Томас» зашифрован, значит, имя Томаса Мора зашифровано в этом «Старом Томасе», потому что Мор в расшифровке есть ещё древний и старый. Моисей будет… Это фактически Эстония, это владение Моисея. Там будет Эдемский сад. Туда выходит после 2000 года Всевышний, но Всевышний не будет заниматься управленческими делами, он биолог. Он будет создавать животных, растительный мир, там, рыб и так далее. Понимаете? Он будет работать над реконструкцией планеты. Будет переделан весь… И небо, и земля, как вот будет всё переделано. А Моисей, разумеется, будет просто этой территорией управлять. Эстония Литва-Алардия идёт под заповедник, под Эдемский сад. И территория требуется большая, потому что будет полностью изменён, полностью, в общем, сконструирован в будущем полностью новый мир. И растительный, и животный. И поэтому требуется большая территория на этот раз. Если раньше Эдемский сад был небольшой, не требовалось вот такой коренной перестройки, то сейчас это будет необходимо. И поэтому Эстония Литва-Алардия, она идёт полностью под Эдемский сад. Но ещё даже будет по всей территории России ещё будут филиалы этого заповедника. Ну, сама Россия будет поделена ещё на 12 регионов самостоятельных. Самостоятельных. Экономически. Между ними, разумеется, будут торговые отношения. Денежная система будет отменена, по-моему, в конце 97-го года. Вообще, вот когда начинается эпоха бессмертия, в этот же день будет отменена денежная система. Но народ будет такой, который для себя ничего не возьмёт лишнего. Это будут высокосознательные люди. Я потом вам ещё объясню на следующих лекциях, каким это образом будет осуществлена замена населения. Я повторяю, безболезненно будет это сделано. Кто не годится, просто очень уйдёт из тела. Просто ночью уйдёт из тела, душа другая войдёт, а тела останутся. Я всё это расскажу. Так вот, я ещё должна сказать, что идеологическая группа рая стоит выше ударной группы. Моисей стоит выше Иисуса Христа. Идеологическая группа имеет эмблему месяца. Не луны, а месяца. И серп выше Креста. Ну, об этом ещё будет дальше потом речь. Я вам ещё это всё скажу. Так вот, под Фишером идёт Сатана. Вот так вот, игрок за шахматной доской. Но учтите, что Фишер очень ярок. Даже спив с доскою. Сила в нём. Он играет чисто, без помарок. Ничего. Я тоже не подарок. Тот, который, значит, отвечает сейчас за все операции здесь. И готовил этот план. Ничего. Я тоже не подарок. У меня в запасе ход коню. Через телепатический мост. Вот я уже сегодня говорила о конях. О конях ещё будет речь на следующих лекциях. Выходит, помните, там есть утверждение, что 20 тысяч коней в машина зажаты. То есть выйдут на эту территорию. Пока вышли немногие. Ничего. Я тоже не подарок. У меня в запасе ход коню. Ох, вы мускулы стальные. Пальцы цепкие мои. Эх, резные, расписные. Деревянные ладьи. Корабль, вот этот летучий голландец, он в какой-то степени символизирует экипаж идеологической группы рая. И видите, вот тот обветшалый корабль, порванные паруса, казалось бы, покинула его команда. Фактически он потом, корабль населяется опять, приходит экипаж, поднимает паруса, ремонтирует, он опять пойдёт. И вообще ладьи, корабли, лодки шифруются как какие-то организации, политические партии. И вот, значит, здесь эх, резные, расписные деревянные ладьи. Экипажи, которые выходят в жизнь со своей информацией, с книгами, расписные ладьи. Друг мой футболист учил. Значит, вот этого человека все начинают консультировать. Как ему провести вот этот план? Друг мой футболист учил, не бойся. Он к таким партнёрам не привык. Затылы и центр не беспокойся, а играй по краю напрямик. Дело в том, что вот по сказке, видите, герой всегда выставляется дурачком. Почему? Потому что человек отдающий, человек, который отдаёт свою жизнь служению обществу, на языке ада дурак. Он всегда побеждает, но он глазами тех выглядит, в общем, ненормальным. И здесь точно так же, как бы вроде бы в игру на шахматной доске играет человек, как бы совершенно ничего не понимает. Тоже он эту роль берёт на себя, вроде бы как, ну, то же самое, как дурачок, да? Значит, затылы и центр, не беспокойся, а играй по краю напрямик. То есть не надо быть в центре борьбы, никакой. Начинай работать издалека, по окраине, вроде бы из-под воли. В общем, не надо лезть на разон. Как это и делали революционеры 1917 года? Вначале была подпольная борьба, большая агитация и так далее, пропаганда. То есть работали по краю, не напрямик. Я налёг на бег на стометровке, в бане вес согнал, отлично сплю. Вес согнал, значит, здесь люди, которые работают, малочисленные. Кто не способен выстоять и выдержать, всех удалили. То есть пусть будет состав поменьше, но более работоспособные и более стойкие, более крепкие. Поэтому в бане вес согнал, отлично сплю. Были по хоккею тренировки. В общем, после этой подготовки я его без мата задавлю. Эх, вы сильные ладони, мышцы крепкие спины. Эх, вы кони, мои кони. Эх, вы милые слоны. Дело в том, что Ельцин водолей. А водолеи, это, в общем, фактически, если на то пошло, то водолеи имеют происхождение из слонов, мамонтов, носорогов. Вот хобот у слона, как лейка. Так зашифрован человек происхождением из этого вида животных. Он водолей. Слон взял, значит, воду, полил на себя. Детеныша там самка облила. То есть вот такого типа, значит, как лейка. И Ельцин водолей, значит. Поэтому, говорит, эх, вы кони, мои кони, эх, вы милые слоны. Не спеши и, главное, не горбись. Не принимай сторону Горбачева. Не принимай его политику. Ничего, иди против него. Он же за союз не надо его поддерживать. Главное, не горбись. Так боксер советовал со мной. В ближний бой не лезь. Работай в корпус. Помни, что коронный твой прямой. Под конец времени. Честь короны шахматной на карте. Он от поражения не уйдет. На карте, на масштабе, на планете. Мы сыграли с Талином десять партий. В преферанс, в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет. Таль рижанин из Прибалтики. А тоже еще можно сказать, что человек из Сталина. Ибо тоже так же зашифровано. Мы сыграли с Талином десять партий. То есть, значит, все надо начинать с Прибалтики. С ее отсоединения. Начинает отсоединяться Прибалтика. Идет следом цепочка. Идет, начинает рушиться империя. Таль рижанин. Так вот, мы сыграли с Талином десять партий. То есть, проработали этот план. Как начать вот это отсоединение. Как подтолкнуть Прибалтику на эту борьбу. Так вот, Таль сказал, такой не подведет. План такой не подведет. Эх, рельеф маскулатуры. То есть, карта. Дельтовидные селины. Что мне легкие фигуры? Эти кони заслоны. И в буфете, для других закрытым. Повар успокою, не робей. А повар идет, главный идеолог рая. Это Моисей. У него кухня. Ну, хорошо. Иисус накормил, там почти, 7 тысяч человек двумя рыбами и пятью хлебами. Это шифр, действия, шифровка. Иисус накормил двумя рыбами и пятью хлебами. Ищите двух человек под кодом рыбы, которые вышли. А хлеб, это книга, это знание. Затем в Библии есть упоминание. Христ говорит, когда заговорит первая рыба, обратим на нее внимание, вернее, обратим внимание на рыбу, которая скажет луна. то есть выйдет человек из идеологической группы. А идеологическая группа идет под кодом месяца. И в буфете для других, да, поищите двух рыб. И в буфете для других закрытым идеологическая группа рая очень засекречена. Иисус, он везде идет, вы поклоняетесь все, но Моисея вы не знаете. А в основном, ведь он бог войны. Он все начинает. И в буфете для других закрытым повар успокоил, не робей. Ты с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Ты присядь перед дорогой дальней и возьми с питанием рюкзак. Наложи продовольствие, дай книги, дай информацию. На двоих готовь пирог пасхальный. То есть учти, рассчитывай на сатану, что тот будет читать еще эту информацию. Эти книги этот шифер хоть и гениальный, а небось покушать не дурак. Эх, мы крепкие орешки, мы корону привезем. Спать ложусь я, вроде пешки, просыпаюсь ферзем. Ну, это вот так подготовка. А вот идет игра. Значит, уже вот эти идут события, вернее, как планировались события вот этих дней. Только прилетели, сразу сели. То есть начинается последняя сегмина, все, в ход идут все события. Начинается отсчет. Судье начинает вообще отсчитывать. Фактически, нет, но фактически отсчет начинается за три с половиной года до эпохи бессмертия. Особо такой, знаете, напряженный период, вот этот вот. Только прилетели, сразу сели. Фишки все заранее стоят. Уже все позиции расставлены. Все те люди работают, которым положено работать. Время очень мало дается для вот этой вот, кто выиграет для борьбы этой. Поэтому сейчас фактически мне даже не опасно тоже выдавать свою четвертую книгу. Она такая, мне раньше ее запрещали, потому что антимир мог перестроиться. Сейчас он уже ничего не может. Когда книга была, четвертая часть написана еще два года назад, но на книгу накладывали за рук. То есть антимир не имел права брать информацию от нее. Ничего. Я писала, но антимир не знал, что я пишу. Так, фоторепортеры налетели. И слепят, и с толку сбить хотят. Так вот, значит, когда начинается последний период, вот этой седьмины, половина, вот этой седьмины, последняя, то работает закон гласности. В потустороннем мире разрешается, даже по приказу Всевышнего, положено афишировать все события. все, что сейчас у нас тут делается, буквально должно там, обязано все извещаться. В любом государстве, в любом центре идет закон гласности. Поэтому, значит, буквально все, о чем вот я даже с вами здесь говорю, уже там где-то по другим каналам вообще транслируется. Вот, поэтому фоторепортеры налетели, и слепят, и с толку сбить хотят. Но меня и дома кто положит, репортерам с ног меня не сбить. Мне же неумение поможет, но я ж, дурак, этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить. Выпало ходить ему за дири, говорят, он белыми мостак. Сделал ход с Е2 на Е4. Что это мне знакомое? Так, так. А это тот же самый ход, путем которого Гитлер пришел к власти. Ход вот этой экономикой, экономической блокадой. Сделал ход с Е2 на Е4. Росцен. Е есть. А то сразу удвоенный в общем рост. Ход за мной, что делать? Надо сева, но угад, как ночью, по тайге, то есть подпольной подрывной работой. Помню всех главнее королева, ходит взад-вперед и вправо-влево, ну, а кони вроде буквы Г. то есть упор на какую-то женщину. Эх, спасибо заводскому другу, научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. То есть правильно все делал. Все следил, чтобы не было промашки. вспоминал все повара в тоске. Эх, сменить бы пешки на рюмашки. Живо прояснилось на доске. Но это вот для, дается вот это вот как бы для разминочки так повеселиться. И иногда что-то вклинивается такое, чтобы отвести подозрение. Понимаете? И в Библии вот этот ход маскировочный всегда идет. Вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть. Пирог же пасхальный сделан на двоих. Так вот вижу, он нацеливает вилку. Хочет есть. И я бы съел херзя. Под такой бы закус да бутылку. Но во время матча пить нельзя. Я голодный. Посудите сами. Здесь у них лишь кофе да омлет. То есть у него целый рюкзак с продуктами, а с другой стороны ничего нет фактически. Они не выставили ничего такого основательного. Что в общем-то можно скушать и быть довольным. клетки как круги перед глазами. Еще бы в Москве сколько там два круга метро кольцо двойное. Клетки как круги перед глазами. Королей я путаю с тузами и с дебютом путаю дуплет. Есть примета вот я и рискую. В первый раз должно мне повезти. Я его замучу, зашахую. мне бы только дамку провести. То есть женщина какая-то которая должна сыграть большую роль. Вот провести ее и вывести на арену борьбы. Понимаете? Дать ей ход. Дать ей тракт. Не мочу, не телюсь. Весь как вата. Надо что-то бить уже пора. Чем же бить? Ладьей страшновато. Справа в челюсть вроде рановато. Неудобно. Первая игра. То есть можно пустить в ход ударные силы. Понимаете? Они тоже уже здесь. Ударная группа рая уже здесь выдана. Но вообще-то некоторые еще выдаются. Не в новорожденных, а уже во взрослые тела. Одна душа уходит, другая приходит. Красная армия, которая сражалась после 1917 года, она будет выдана вся здесь. И здесь будет Островский, и Чапаев, и Суворов придет. все будут тут. И Гайдар. Не этот Гайдар. Дедушка придет. А против такой армии, если бы Гитлер тогда знал, что Сталин не уни... в общем, он бы знал, что эта армия не уничтожена, он бы никогда не напал на Россию. Ни один бы народ не осмелился напасть. Пока еще нет. Да, кстати, сказать, по той информации, которую я получила, с ожирением, рай очень соболезнует, что несколько человек, всего несколько, не выдержали, влились в ряды Рудского. Было приказано стоять и не вмешиваться. И тем не менее сражались на стороне тех коммунистов. не удержались, а было приказано не вмешиваться. И там очень соболезнует. Они все погибли. Так вот, чем же бить? Ладьёю страшновато раскрывать вот эту идеологическую группу еще в полную силу давать информацию от рая, от идеологического центра рановато. Справа в челюсть, то есть пускать в ход ударные силы вроде рановато. Неудобно. Первая игра. Он мою защиту разрушает. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. вот эта старая индийская защита это есть книги Елены Рерих и Николая Рериха. Книги выдавались конечно же в помощь революционным силам. Вы же знаете, что Елена Рерих она вообще там пишет даже о коммунизме. И она говорит, что Ленин был великий махартман. Это давалось в помощь революционным силам. Но эти центры Рериха оккупировали совершенно другие люди. Антимир расставил свои позиции и забил не теми людьми там. Они этой работы, которую они должны были бы сделать, не делают. Они ушли по другому пути. И поэтому антимир вообще это вообще почти даже для него вообще это не преграда была. Не сыграл не сыграла вот эта информация в пользу прогрессивных сил. Ничего. Фактически даже понимаете вот поклонники Елены Рерих Николая Рериха ненавидят Ленина. А ведь там было совершенно другое написано. Пойми хорошенько, почитай. То есть все оказалось не так. Так вот он мою защиту разрушает. Старую индийскую. То есть она же дает ее учение о йоге. Старую индийскую в момент. Это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. То есть туда-сюда очень бесполезно. Только зря он шутит с нашим братом. У меня есть мера даже две. Понимаете, тут просчитываются на всякие случаи варианты. Как та сторона будет поступать, так как поступит эта. У меня есть мера даже две. Если он меня прикончит матом, я его через бедро с захватом или ход конем по голове. Через бедро с захватом вышвырну просто. Это будет на следующих занятиях расшифровано, каким образом это будет сделано. Или ход конем по голове. А я еще чуток прибавил пройти. Все не так уж сумрачно вблизи. В мире шахмат пешка может выйти, если тренируется в ферзи. Шифер стал на хитрости пускаться. Встанет, пробежится и назад. И отступать, и наступать, и в общем тоже не знает, что делать. Заметался шифер. Значит, сатана заметался. Шифер стал на хитрости пускаться. Встанет, пробежится и назад. Предложил турами поменяться. идеологиями. Но еще ему меня не опасаться, когда я лежа жму в 150. Ударная группа очень сильная. Я его фигурку смерил оком, то есть фишера. И когда он объявил мне шаг, обнажил я бицепс ненароком. Даже снял для верности пиджак. То есть в бой готова ударная группа. Это Красная Армия. Как бы ненароком, как бы не назначай. Она выходит, начинает проявляться. У Настрадамуса там, значит, там так, что там просто Христ по расшифровке, Христ поднимает свое знамя. Конкретно. Так вот, и мгновенно в зале стало тихо. То есть на арене. Он заметил, что я привстаю, то есть раскрываюсь. Видно, ему стало не до фишек. И хваленный пресловутый Фишер тут же согласился на ничью. То есть идет белый значит, придется мне для того, чтобы завтра провести нормальную лекцию и не касаться этой темы, значит, надо остановиться тут сейчас мне и вам вас ввести в ход событий. По Библии мудрецы идут на Вифлеемскую звезду. Только три человека идут на Вифлеемскую звезду и несут дары. Они знают, где родился Иисус. Идут только лишь мудрецы идут на Вифлеемскую звезду. Вифлеем в переводе с еврейского у Ленина тоже Мария. У Иисуса была мать Мария. У Ленина тоже мать Мария. Иисус родился в Яслях, где были овцы. Ленин Овен. Он в Яслях, где родились овцы, родился под кодом под созвездием Овена. По Библии известно, что Иисус происходит от Сима. А вы помните, Ной имел три сына. Старший был Сим, наиболее благородный, наиболее честный из его сыновей. От Сима произошло вот это все израильское племя благородных людей. Вы не считаете, что вот я имею ввиду это евреев этих. Нет. Израиль расшифровывается Израя. Население Израя. Русские все почти евреи. Ефремляне это россияне. все произошли от 12 колен Израилевых. И эстонцы, и латыши, и украинцы, и французы, и так далее. Все оттуда. А россияне вообще расшифровываются даже как ефремляне. Так вот, Иисус происходит от Сима парадослопной. Ленин родился в городе Симбирске. Название города расшифровывается как сохраняющий Сима. Дальше. Помните, у меня значит, в книге расшифровывался Иисус, сын Исадыков. И в книге я говорила, что Иисус трижды выходил под этим именем Иисуса. Так вот, через пророка Захария Захарию подавалась информация такая. Помните, там значит выезд осуществляется на белых конях, на вороных конях, на рыжих конях, на пегих конях. И Бог говорит, что вот кони, вышедшие в землю северную, вороны и белые, успокоили дух мой. То есть выполнили свою задачу. Выезд на белых конях и на вороных в землю северную выполнил свою задачу. Другие кони не выполнили. И далее он приказывает на голову Иисуса Исадыкова возложить золотой венец за выезд на белых конях. И говорит, вот сын, имя которому отрасли и он значит в смысле там значит вот там перед Иисусом камень лежит значит что вот он возьмет это все и поведет дальше и так далее значит он построит храм Божий Господень храм Господня расшифровывается как коммунизм так вот сын Исадыков он же Иисус он же по Библии Иисус новин он же Ленин за выезд на белых конях землю северную получает золотой венец в каком году Ленин родился 1870 году это год белой лошади и другое есть упоминание помните Иисус нет это апокалипсисе значит был показан всадник на белом коне у которого был лук потом был всадник на рыжем коне всадник на вороном коне и всадник на бледном коне так вот всадник на белом коне он держал лук так вот Ленин родился в 1870 году это год белой лошади и за выезд на белых конях землю северную получает золотой венец но не обессудьте лишь мудрецы шли на вифлеемскую звезду их было только три человека раскиньте на весь земной шар пропорции сколько человек это будет какой это будет процент которые пойдут на эту вифлеемскую звезду не обессудьте так дальше по Библии было сказано об Иисусе что паче всякого человека был обезображен вид его то есть искажен его лик окривет он очернем когда Ленин в письме к съезду написал что Сталин груб жесток и не имеет права занимать пост генерального секретаря это письмо было опубликовано по всей России оно тут же было опубликовано по всему миру Сталин потом это письмо не мог изъять из архива потому что это был документ который уже пошел по всему миру но он мог изменить то что он изменил что было в его власти и Сталин отомстил Ленину он сделал его жестоким в ваших глазах не было революции 17-го года как ее описал Сталин как выдали сталинские историки не била аврора поищите на стенах зимнего дворца вы не найдете разрушений не было не было баррикад на улицах не было боев в ту ночь когда была взята власть не было убито ни одного человека не было пролито ни одной капли крови небольшая группа часовых не слышно повязала ой небольшая группа людей не слышно повязала часовых у зимнего и вошли внутрь и это временное правительство взяли прямо так тепленькими они курили развалившись в своих креслах можно ли курить развалившись в креслах если идет штурм могли ли в белом доме спокойно так курить дальше в эту же ночь точно так же не слышно были взяты банки почтамт почты другие опорные пункты в эту ночь не было ни одного выстрела это Сталину хотелось героических сражений боев баррикад великого энтузиазма народа и поэтому сталинские историки под его бдительным руководством сочинили вот такую историю с боями с кровопролитиями с баррикадами и сражениями за огромнейшие деньги были куплены люди за границей которые точно так же в такт подпели и тоже преподали вот эти события в таком виде в котором хотел Сталин за огромнейшие деньги революция делалась таким образом она была вот так вот в какой-то литературе и там значит описано так же как хотел Сталин дальше Сталин не зря уничтожил всех свидетелей того времени чтобы они не могли опротестовать в сталинских кулуарах переписывались очень многие документы Ленина был найден человек который хорошо подделывал его почерк очень многие записки от Ленина телеграммки документы в тех лет лет полностью были переделаны взять ту бумагу там тот почерк телеграфный это ничего не составляло труда вся документация была переделана в трудах Ленина очень многое было зачеркнуто другое написано вот поэтому сейчас начинают проверять документы Ленина и говорят какой он был безграмотный писали совершенно другие другие люди далее вы же знаете что Ленин издавал закон об отмене смертной казни был же такой закон как же нельзя этого не помнить первый в истории об отмене смертной казни Ленин боролся против всяких смертей против расстрелов не знал что делать даже ни Ленин ни Свердлов не были причастны к убийству царской семьи и это зашифровано у Нострадамуса к этому был причастен Сталин его группа у Ленина были собраны документы о причастности Сталина к убийству царской семьи но перед смертью Ленина Ленин уже должен был когда у него были собраны должен был передать трибунал и у Ленина взламывают письменный стол и эти документы изымают своровали а Ленин хотел отдать это в трибунал далее Ленин был отравлен когда значит вот были свороны вот эти документы и все равно ведь Сталин понял что Ленин уже не успокоится что это все равно будет передано в прокуратуру он убрал его его отравили Крупскую вызвали в Кремль и в это время Ленина отравили в корнях Ленина в корнях волос Ленина найден яд кстати между прочим это есть и у Настрадамуса что он отравлен и есть у Васоцкого дальше Дальше не читали я вижу тут некоторые глаза которые меня ненавидят но я не обращаю внимания я говорю то что я должна сказать и то что это скоро будет известно в Библии сказано было что нечестье будет даже в доме моем то есть в доме музея Ленина вот такие дела почти всякого человека был обезображен вид его теперь дальше дальше вы считаете что Мавсалей это хорошо но Ленин не хотел его он очень просил и просила Крупская похоронить его в земле не делать ему памятников разве он виновен что наделали памятников разве он виновен что его захоронили в Мавзолее по Настердамусу он уничтожит все памятники о себе и свой собственный Мавзолей поэтому тело надо придать к земле по белому плану тоже кстати тело придается к земле только по черному там все это идет жутко в общем там со сквернением значит там топтать будут и рушить по белому плану его нормально значит должны захоронить это правильно с момента его с момента выхода в свет постановка по белому плану по белому плану во всем логичь вешал 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 и вешал Продолжение следует...